Летом 1960 года состоялась встреча Гродского с Анной Андреевной Ахматовой. Евгений Рын привез Иосифов Комарова в будку дома Ахматовой. И начались Ахматовские встречи с божественным хором мальчиков, как Анна Андреевна называла литературную четверку, Евгений Рын, Анатолий Найман, Иосиф Бродский и Дмитрий Бобышев. Ахматова очень скоро отметила особенность поэтического дарования Бродского и сказала, что этот рыжий будет большой русский поэт. Бродский, вспоминая Ахматову, говорил, что Анне Андреевне он обязан всем, но встреча с ней важна была для него скорее не как для поэта, а для выявления его персональности. Ахматова сформировала и дисциплинировала его, стала для него образцом личности. В 1989 году на столетие Анны Андреевны Бродский сделал ей посвящение. Страницу и огонь, Зерно и жернова, Секиры острием И усеченный волос. Бог сохраняет все, Особенно Слова Прощение Прощение И любви Как собственный свой голос. В них Бьется Рваный пульс, В них слышен Костный хруст, И заступ В них стучит, Равны И глуховаты За тем, Что жизнь одна, Они из смертных уст Звучат отчетливей, Чем из надмирной ваты. Великая душа, Поклон Через моря За то, Что их нашла Тебе И части тлены, Что спит в родной земле, Тебе Благодаря Обретшей Речи Да В глухонемой Вселенной. В том же 1989 году Бродский Написал Цикл стихов «Век скоро Кончится». Я прочту Вам коротенькое Стихотворение Из этого цикла. Век Скоро Кончится, Но раньше Кончусь я. Это, боюсь, Не вопрос Чутья, Скорее влияние Не бытия На бытие, Охотника, Так сказать, На дичь, Будь то Сердечная мышца Или кирпич, Мы слышим, Как свищем Личь. Пытаясь Припомнить Отчество Тех, Кто нас любил, Барахтаясь В скользких руках лепил. Мир Мир больше не тот, Что был прежде, Когда в нем Царили страх, Абажур, Фокстрот, Кушетка и комбинация, Соль, Астрот. Кто думал, Что их сотрет, Как резинка из бумаги Усилья карандаша, Время, Никто, Ни одна душа, Однако время, Шурша, Сделало именно это. Пади его, Упрекни. Я хотела бы передать Микрофон Илье Рудикам. Илюша, где вы? Хорошо, что вы меня Слонили По-другому Дожрали. Очень хорошее Такое Наименование Мой Бродский. Я Действительно Большой поклонник Его был Просто, Я не помню, Уже лет Чуть ли не сорок Того назад Ко мне попал Чемодан Со стихами Бродского. Это было в Одессе. Был такой Человек Леня Мак, Любопытный Это только в Одессе Бывают такие Типажи Они плавили Очень хорошо Сказалось, что Они всегда мечтают Быть капитаном Итальевого плавания И обязательно Пишут Стихи. Вот таким был Леня Мак И он дружил С Бродским Ездил Специально В Ленинград Часто И вот Когда случилась Вот эта беда Когда Бродского Выслали Он Привез Чемодан Стихов Чемодан Для меня Это было просто Событие Мы сидели И с собой Это невозможно Было Поэтому я Эти стихи Почти все То, что потом Появлялось уже В ардисовских Сборниках Я это все Знал А вот теперь Я Несколько раз Встречался С Иосифом Александровичем И мне не хотелось Сейчас говорить О величии его О значимости В русской поэзии Потому что Это и само по себе Уже ясно И Несмотря на то Что как-то Мы шли здесь В Чикаго С Наумом Коржайном Поэтом Интересным Безусловно И все И вот он Для меня Просто это было Тоже откровением Не то что Не принимал Бродского А даже Просто был Настроен Воинский Напротив Он говорил Что это Криптограмма Это было Первый раз Где-то лет 15 Это как раз Где-то Или может быть Сразу после получения Номерской премии Короче Вот это Меня страшно поразило Что вот такого Плана поэт При том что Я должен сказать Что Наум Коржайном Высокой культуры Поэт И вот он Не принимал Это Он видел в этом Криптограмм Кроссфорды Неясность Я недавно Услышал То же самое В доме книги Пришел Такой человек Говорит Я не самый Средний читатель Я говорю Я выше Среднего Но я Не понимаю Но я Давно Усвоил Знать Как Страшная Беда Видно Надо Мнемоническую Память И просто Запоминать Или фотографировать И все Делать Итак Первое знакомство Я приезжаю В Нарбор Это недалеко Отсюда В Артис Привожу План Моей книжки О Напильбар И Карл Профер Необычайно Щедрый Очень Удивительный Человек Конечно Он Говорит Вводит Меня По Своему Дому И говорит Вот здесь Вы будете Спать Здесь На этой Кровати Спал Иосиф Бродский Василий Аксенов И еще Бородит Больших А теперь Будете Спать Вы Слушайте Боже После этого Вообще Можно Не знаю Можно лишиться Сна Или Проснуться Заигающим Вот Вы знаете Историю Когда В этом Самом Вастапове Где Лев Толстой Умирал На кровати Начальник Останцы Он После этого Просто Сошел С ума Ну Я Конечно Видели Я Настолько Разделялся Ну Прекрасно Спал Аксенов Спал Лучше Конечно Он сказал Что Здесь Спала Причин Бород Ну Здесь Спал Иосиф Бродский Я Спокойно Значит Пару ночей Спал И Ну Это Было Мое Первое Знакомство Такое Как Можно Сказать А потом В этом же Книжка Моя Вышла Это Был Альбом О Напиль Бауме О Фактически Очень Я бы Сказал И в какой-то Мере Санкт-Петербургском Фотохудожнике Потому Что Большую Часть Жизнь Он провел В Санкт-Петербурге Хотя Родился В Минске И был Так Сказать Провинциальным Евреем Который Блока Даже Говорил По-русски Потом Но Чувство Языка Как ни странно Русского И чувство Вообще Поэзии И кто Действительно Чего Стоит Было У него Необычайно Развито У Напильбаума Вот Эта книжка Вышла И туда Вошло Все Лучшее Что Было В русской Поэзии Литературе Театре От Блока До Пастернака И И вот Эта книжка Оказалась В руках Очень приятные слова Которые он мне потом Еще успел Передать Потому что Он умирал Умирал Жестоко И для меня Это я когда Сейчас вспоминаю Уже сам Кое-что Пройдя Я просто Не верю В мужество И силы Этого человека Карла Профора Который сделал Очень много Для русской Литературы За рубежом И он сказал Что Вы знаете Что ваше предисловие Очень понравилось Бродскому И он сказал Что Это Это человек Стилист Вот такое было Определение Я как-то думал Ну прекрасно Потом Оказалось Что Написал Под именем Волков Написал еще Кто-то рецензию На эту книжку И где точно Почти то же самое Повторил Что Вот предисловие Очень там Коротко И стилистически Очень Необычно И все Это оказался Потом Довлатов Он под своим Именем Не мог это написать И это появилось На русском слове Он молодец Даже здесь Он схитрил И так сказать Андрею Ситыху Вот такую Написал Под именем Как-то С. Волков И они напечатали Не знаю Что это Да ладно И она где-то Потом была Еще в панораме Я говорю Может быть Они когда встречались Даже этот альбом Вместе смотрели А потом Я приезжал Уже когда приезжал Получать Там как говорится Я гонорар не получил А у меня Профор И очень разумно Сказал Знаешь что Ну что гонорар Ну продадутся Эти книжки Получишь 6% От этого самого От проданных Там книг Возьми лучше Пока я жив А он знал Что это последние Его недели Понимаете Какое мужество Мы Приехав тогда Из России Я вообще не представлял Что так можно говорить Человек умирал От рака И это все было И он все понимал И он мне говорил Что мы с тобой Доведем эту книжку Я хочу ее увидеть И вот он Да Говорит Возьмите 200 экземпляров Себя вместо гонорара И я получил 200 экземпляров Это была Большая радость Для меня Я ее раздаривал И До сих пор У меня Правда осталось 2-3 2-3 экземпляров И вот Приезжает Да Я приехал туда И в это время Бродский был в университете В Мишинянском университете И естественно Его профа пригласил И вот я сидел Несколько часов За обеденным столом Конечно Говорили Его книжки Тогда уже Последние Там Несколько Книг Печатались В артесе И Я увидел Вы понимаете Вот интересно Что все-таки Вот она Андрея Она говорила Что он Что у него Высказала Галя Что этот рыжий Там будет Гениальным Об этом У него По-моему Еще есть Одна фраза Что у него Хорошая биография Складывается В связи с Вот с арестом И все прочее Жестокая Кстати Мысль Но Она Была Правильная Я увидел Они говорили Какую биографию Они ему делают Или так Ну В принципе Вот это Ахматова Подчеркнула Это И вот Вы знаете Я Увидел человека Вот который Если сидят Ну Десять Чем Сидела За столом А вот он Немедленно Привлекал Внимание То есть Ты не мог Ты не мог Уйти от этого Ну Я Ауны Потому что Человек был Видно Тяжелый Вообще Я так думаю И Такой Коммуникательности Но это Быстрая речь Такая Легкая Картавость И это Все что Говорилось Говорилось Как бы Знаете Я только Еще один раз Такое видел Говорилось Как бы Сквозь Он тебя Смотрел На тебя И говорил Как бы Сквозь Такое же самое Когда-то я увидел У академика Ландау Он читал стихи В Харькове Была такая Помните Лирики и физики И он вот Рассказывал И как будто Смотрел Знаете Он через тебя Века Смотрел Не знаю Это пространство Потом Я был В Нью-Йорке В Нью-Йорке В Нью-Йорке